есть такая легенда да среди людей далеких от пикапа что пикап это просто подойди к ста тёлкам в день хоть какая-то тебе да здорово мужик люди многие думают так что типа пикаперы ебут девок только потому что они много подходят то есть ничего не меняется в философии психологии в модели коммуникации просто потому что вот я подошел много раз это не разум возможно и по своему праву но только их правда следующее если мы берем какую-то воронку как бизнесе воронка клиентов воронка продаж да ты же наверняка там но если ты конечно все это с умом делаешь считаешь сколько у тебя проходимость точки там конверсии всякие там хуйни прочее 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 здесь входящая воронка клиентов если на сайт зашло какого-то интернет-магазина допустим 100 человек в день это конечно очень хуёвый интернет-магазин неважно ну цифры здесь ни при чем ребята они просто чтобы как-то пропорцию я не высчитывал то допустим если трое из них там что-то у вас купили оплатили это в принципе нихуево ну например примерно может быть 10 из них может быть один из них может быть вот соответственно если вы подошли к 50 девушкам вообще вот давайте за какой-то промежуток время сколько можно можно за день подойти для них от сейчас нереально ну за три дня допустим вы подошли к 50 девушкам 25 из них вообще в принципе за остановились к льдачу говори остальные съебались там сконения не все не смогли остановить из них 15 дали вам свои телефоны но это очень хорошая здесь цифра еще раз очень сугубо примерно из 15 10 вызвалились из 10 девок 4 согласились прийти на свиданку из 4 только 3 дошло до свиданки там одну замело метелью наверное степи волки съели и с одной из этих трех у вас получился секс соответственно ребят если вы подошли к трем девушкам в неделю не спрашивайте меня почему у вас нет секса где он у вас вообще почему вас тёлки на свидание не приходит как он лишается да есть два пути ну ебан шоу это задание мастерского мастерского тренинга когда чего я видел чуваков в парке горького последний раз летом у них так на нитке эти железные банки как вы знаете к собакам или там или на свадьбе привязывать банками там не знаю заправленные джинсы в носки то есть если майк алкоголичка одетая на пиджак короче там ну там пиздец то есть ты оделся так и пошел нахуй просто знакомиться с девками это жесткая версия это реально к этому надо быть готовым вот а можно просто подумать так почему у меня хуёвые шмотки сколько надо денег на шмотки пошел магазин приценился над 10 тысяч рублей образно да сколько мне надо ебашить чтобы заработать 10 тысяч рублей там два месяца гребли нахуй надо как я могу до заработать их вечерами да надо срочно же вопрос решить пошел решил вон самое интересное что когда ты его решишь скорее всего ты найдешь другую причину весь прикол в людей в том что вы всегда будете искать причины вы будете их находить я слишком хоро худой я слишком толстый слишком низкий я слишком высокий я слишком бородатый я слишком лысый что у меня нет своей квартиры я слишком рыжий да я я слишком слишком нахуй что там еще слишком вот когда у меня будет . вот тогда . но появляется отечет я раньше-то не видел я же просто нахуй меня за лысин и сука вот в чем дело то ёбаный в рот то есть вы не можете логический мужик существо логическое ему нужно логическое объяснить так вот так вот так ага понял понял вы страх подхода к женщине объяснить не можете потому что он реально какой-то странный тебе говорят иди подпиши документы ты подходишь привет подпиши мне к этой же самой тёлки чувака отправляет иди скажи что она тебе понравилось пиздец нахуй там начнется ой я слишком нахуй и начинается при то есть ты не понимаешь почему страшно но тебе как логическому существу надо себе это объяснить и начинается всякая хуйня я слишком adidas я слишком в голубых кроссовках смотрите опять же ребят вам девушка ведь у меня есть парень например какие есть варианты почему она это делает потому что у него действительно может быть есть парень у них там любовь морковь и все такое фриншки вот ну ну все либо она просто пытается повысить свою значимость ваших глазах мол чувак ну я не такой простой не такая простая добыча у меня все-таки это я востребованная у меня есть мужик было было что ты будешь делать не знаю подожди сейчас либо она пытается вас слить ну вот таким способом потому что когда она раньше до вас так говорила кому-то эти люди сливались заебись хороший момент он работает почему действительно работает потому что иногда как знакомишься с девушкой они оказывается парень который еще подходит что-то не дачу ты не спросил есть у него парень лет каким надо быть дебилом чтобы спрашивать если у нее парень лет ну вот но он реально дебил потому что вот война голод лежит пирожок выдвину пирожок быть там господи спасибо я не умру и чувак подходит к этому пирожок да скорее всего в этот момент от чувак умрю ну или вы умрете если он вас загасить то есть вопрос выживания если вам действительно нужен этот пирожок вы не будете спрашивать а чей же это пирожок от никто не ответил наверное чуть ладно пойду сдохну с голоду какая логика в этом не понимаю то есть спрашивать есть у него парень блять но если и надо она сама об этом скажет вам ребят значит либо она у нее действительно испарь либо она набивает себе цену либо она вас хочет слить либо она вас просто хочет проверить и она это говорит даже неосознанно прямо на автомате выдает то есть как бы чё чувак будет делать дальше фильтрация слабого самца на как останавливать да то есть мы сначала просим на словах и и остановиться сами немножко оттормаживайся слушай постой минуточку а мне просто в другую сторону она например я спешу при этом она нормально реагирует с позитивом не вот прям там отстань сука слушай но это буквально парами то есть вы на словах обрабатываете возражение что успеем до электрички еще есть время это пару минут это крайне важно там я много времени я много времени я много времени не займу то есть но при этом она нормально по-доброму это делать вы прямо обходите и вот так вот спереди говорите постой не вот так вот как охрана в клубе вы не проходит не вот так вот вову с обычно вот так постой ну то есть при этом ну не орете не пугаете ну вот знаете уже такое решительное и уже важно не надо пятиться назад потому что если вы начинаете вот так вот эти я видел видео куда дебилом в интернете который вот так вот километр шел вот так вот задом как краб нахер просто я думаю когда что ебнешься а а а сука нет он как чувствует его сенсор ставит камера заднего вида блять хуяк про пипи пипи парктроники то есть он обходит препятствия но это бред опыт вы останавливаете все вот давай вроде постой все ну как бы девка может конечно прямо попробуйте разрешите себе она пытается съебаться и не нет то есть вы не ловите как краб короче вы просто руками и но обходи меня юр тихо 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 подожди там это очень важно я тебя сейчас отпущу стой реально важно стой смотри дельфин хуяк сережки бежать короче это все прокатывает если в это сначала плавно но решительно делаете в местах где есть люди если это 13 километр трассы москва-челябинск 230 ночи вы с лопатой в руках и она одна на дороге то наверно ну реакция сестра быть хуевую первое время ваш мозг будет просто вопрошать как же так это невозможно я делаю что-то не незаконное нереальное но когда вы раз-два это сделаете внутри что-то щелкнет и упадут заебись слава богу что не в германии не в англии живу а то бы давно посадили следующее я не даю свой номер телефона всем подряд сначала вот это первое что приходит в голову хочется сказать я не все подряд ну как бы здесь вы уже сами соглашайтесь с тем что она вас оценивает вы попадаете под оценку начинайте доказывать ей как любой из этих чуваков что вы не все подряд вас хвост красивее ноги длиннее клюв больше чем у этого этого делать не надо пишите важно не пытаться ей доказать что я не все подряд не пытаться ей доказать что я не все подряд можно сказать что сейчас по моему все очевидно то есть это типа такой понт что мол ты чё не видишь что сейчас к тебе подошел клёвый парень я один раз удалил 264 номера из телефона то есть они у меня лежали мертвым грузом я даже не помню кто это такая вообще я там пытался восстановить лица через вайбер ватсап да и даже вот так не помнил то есть у вас не должен быть мусор в телефоне потому что этот мусор мешает если вот верить в какие-то чудесные вещи он мешает приходить новым девушкам поэтому если вас мертвым грузом висит 100 номеров телок которые давно на вас забили хер удаляйте периодически чистите следующее ее возражение давай я сама запишу твой телефон давай я запишу твой номер телефона вы говорите давай телефон нет давай лучше я сама запишу твой телефон можно сказать что мы оба знаем что ты не позвонишь но это надо говорить с каким-то достоинством не то что вот типа я такой лошарыш но мы же знаешь ты не позвонишь ты была на хорошие то мы знаем что ты не позвонишь можно добавить туда что я считаю что мужчина должен звонить первым и там я как мужчина всегда звоню сам я мужчина и я буду тебе звонить можно постебаться сказать что-нибудь типа и потом ты его разместишь на каком-нибудь немецком порно сайте дай мне будут бабушку всяким название не 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 так не пойдет то есть опять же зависимости от того в каком ключе идет ваше общение давай пообщаемся в соцсетях следующее выражение ну то есть я я тебе дам свой аккаунт вконтакте давай пообщаемся вконтакте в одноклассниках еще где-то в